друзья приветствую всех на моем канале сегодня я рада что вы опять зашли на мой канал рада снова видеть вас слышать вас потому что я конечно вас слышу даже мысли иногда ваши читаю ну даже не настраиваясь я иногда вас ощущаю я здесь у себя на канале делаю ритуалы общие для всех поэтому иногда в ритуале я рассказываю вам какие-то истории то что я вижу какие-то фрагменты не специально я не настраиваюсь на эти ваши истории но вы же фоните своей энергетикой да независимо от того когда вы зайдете на мой канал и посмотрите тот или иной ритуал я благодарю вас за все вы помните вместе мы сила когда вы подписывайтесь на мой канал вы становитесь автоматически под мою защиту становитесь в моем эгрегоре частью моего эгрегора конечно высшие силы знают меня как мастера и конечно помогают людям которым помогаю я высшие силы помогают вам через меня я работаю много лет я практик поэтому все мои ритуалы работают я работаю созидательной энергии я работаю с психической энергии который выращивала много лет помощь высшие силы дают вам через меня поэтому заходите смотрите пользуйтесь все мои ритуалы на канале бесплатные если вам нужна моя помощь пишите пожалуйста sms в telegram вайбер ватсап один и тот же номер телефона у меня sms только пишите мне лично благодарю вас всех всех за все миллион раз больше желаю вам всем того что что вы желаете мне сегодня у меня новый ритуал потому что мы находимся сегодня у нас начинается коридор затмений поэтому будет сегодня затмение солнечное поэтому я работаю делаю ритуал очистка судьбы за затменный коридор в коридор затмением чистим судьбу в коридор затмение я вроде бы все вам сказала чтобы много не разговаривать очень часто я попадаю в резонанс когда рассказываю какие-то истории у вас вам в ритуале я вижу фрагменты я вас чувствую в ритуале но вас очень много поэтому не зависит от того когда вы зашли смотрите мой ритуал у меня все ритуалы работают все они приносят положительный результат но вы все разные поэтому кому-то нужно больше меньше раз тематика разный моих ритуалов везде в моих ритуалах работает энергия работы психической энергии которую я выращивал много лет беру энергию из пространства для того чтобы ее получать из пространства эту энергию у меня учили высшие силы много лет конечно я работала над собой поэтому я получаю эту энергию из пространства и перерабатывая ее благодаря моей психической энергии. Сейчас я очищу вашу судьбу, очищаю, переклады, все, что вам было сделано, переклады, какие-то оморочки, когда вас вели другие какие-то люди непорядочные, вас вели не по вашей судьбе, вам рассказывали какие-то сказки, вообще даже предсказатели, я смотрю, вам рассказывали что-то такое. Не то, чтобы вы хотели слышать, вам это уже не понравилось, но вы сделали так, как они сказали. И у вас не получилось. Поэтому я не предсказываю, потому что я не хочу вас кодировать на какое-то, программировать на какое-то будущее, особенно негативно, поэтому я никогда никому не говорю, не предсказываю ничего плохого, потому что мои слова сбываются. Я хочу, чтобы вы проживали свою жизнь, я вам помогаю, моя помощь, это помощь друга, высшие силы работают через меня, дают вам помощь. Сейчас я работаю, чищу сегодня, коридор затмения начинается, я сегодня делаю ритуал, чищу вас, вашу судьбу. Повороты судьбы, перекрестки судьбы, какие-то колдобины, камни, какие-то препятствия, все это сгорает. Сейчас у меня в ритуале я работаю с верхним миром только. Молчу. Она говорила быстро вам, чтобы не отвлекать, вы просто смотрите все мои ритуалы бесплатные на канале. Чищу вашу судьбу от тех невзгод, препятствий, несчастья, когда вы натянули у вас по судьбе много слез, вижу горя, смерти, переезды какие-то, вынужденные, расставания, ссоры, расставания, разводы, потери имущества я вижу сейчас просто. Я хочу, чтобы это все сгорело, я сжигаю. Горит в огне сейчас в моем ритуале. Все, что вы натянули сами, привлекли в свою судьбу. И все, что вам сделали негативное с помощью черных негативных действий, магических, вуду, разных магических воздействий на вас, когда вам изменили судьбу в худшую сторону. Я помогаю пострадавшим. Чистим вашу судьбу. А кто-то говорит, я уже чистилась, ничего не помогло. Ну, тогда не помогло, сейчас поможет. Нужно все мои ритуалы смотреть в комплексе, вам одного ритуала будет недостаточно, потому что проблем очень много. Горит, сгорает. Кто-то перекрестился, хотел поменять судьбу, кто-то волосы обрезал, хотел поменять судьбу свою. Кто-то поменял веру, кто-то перекрестился. Смотрю смешение в роду, смешение разных кровей, потому что кто-то мусульманин, кто-то еще иудеи, я смотрю, смешанные. Смешение православные, католики, христиане, разные другие. Буддисты, я смотрю, есть. Или были одной веры поменяли, перешли на другое вероисповедание. Тоже, я вижу, есть такие, уверовали. Это отдельная история, когда вы меняете в своей жизни, кардинально меняете все, вы хотите изменить все и перекреститься, и начать читать другие молитвы, принимаете другую веру. Это другие, об этом можно говорить, отдельно нужно говорить, конечно. Чищу вашу судьбу. О! Продолжение следует... Продолжение следует... Все вы разные, поэтому истории разные. Не принимайте каждый, все мои слова близко к сердцу, потому что кто-то пишет в комментариях, узнаёт какие-то истории, то, о чём я говорю, пишут. Да, это правда, стопроцентное попадание. Да, значит, смотрите, кто-то изменил свою судьбу. Ну, мне иногда рассказывают, что, например, мусульманка пошла чиститься у православной, потому что в той местности целительница или экстрасенс, или колдуны православные. И чистится мусульманка, и потом начинаются большие проблемы. Мусульманам нельзя чиститься у православных. Запомните это. Нельзя. Вы можете не верить, но просто... Мне уже не одну такую историю рассказывали. Если вы мусульманка, вам нужно чиститься у мусульман только. Очень серьёзное. Ислам — очень серьёзное направление. Очень серьёзное. Коран — очень сильный. Поэтому Библия — очень сильный. Это совершенно два разных направления. У вас идёт ислам и православие идут, или христианство идут... Начинается конфликт, когда мусульманку чистят православными молитвами. Начинается конфликт у вас. Понимаете? У вас в роду были мусульмане, вы чиститесь у православного и целительницы. У меня вы можете чиститься. У меня... Я работаю психической энергией. У меня совершенно другое направление. Я работаю со всеми. Но если вы мусульмане, пожалуйста, чиститесь только у своих, у мусульман. Потому что потом у вас начинаются большие проблемы. Вы приходите ко мне и не знаете, почему вы молитесь, и не знаете, почему у вас проблемы. Понимаете? Это я просто рассказываю истории жизни уже. Я уже слышала много таких историй, поэтому вы можете послушать, не поверить. Мне, конечно, я говорю это, потому что кому-то это нужно услышать. Начинают очень большие проблемы начинаются. И по здоровью, и по деньгам, ну по всему. Ссоры в семьях и разное. Это касается всех направлений. Сейчас очень модно заниматься духовными практиками и уезжать на Восток, изучать в монастырях. Я не буду говорить, где, в каких странах. Очень много тайных знаний изучать. Потом у всех начинается жизнь по-другому. Надо рассматривать каждый случай. Ничего плохого я не говорю. Но примите это к сведению. Потому что мы связаны с нашим родом. Ваш род за вами наблюдают, да. Каждый ваш шаг проверяет ваш род. Сегодня я пытаюсь очистить вашу судьбу от наслоений, от грязных каких-то действий, которые были сделаны в вашу сторону. Ну, плохих действий, сами что-то сделали, не туда пошли, не так себя вели, испортили свою судьбу, куда-то влезли, что-то сделали. Кто-то вам сделал, помешал, испортил судьбу. Не всегда виноват кто-то. Очень часто во многих случаях виноваты вы. В какой-то момент споткнулись в своей судьбе, что-то сделали не так. Сценарий у всех у вас жизни разный, судьба у всех разная. Я очищу негатив, который наслоился и наложил этот негатив отпечаток на вашу жизнь, на вашу судьбу. Черная магия, вуду, жертвоприношения. Кто-то вам пытался помешать изменить судьбу, и изменили многим, конечно, и что-то сделали вы неправильно. Болит голова у кого-то прямо сейчас. Но болезненные ощущения могут быть в ритуалах чистки. Серьезные ритуалы, серьезные темы. Поэтому потом это пройдет. Какая-то собака кусает ребенка. Я вижу ребенок, маленький ребенок. Кровь какая-то, кровь. А у кого-то эпилепсия, да? Вижу. Потому что по роду передалось шизофрения, эпилепсия очень часто передается по роду. Хотя шизофрения – это состояние. Есть шизофрения двух видов. Есть, передается по роду, а есть приобретенное состояние шизофрении. Из этого состояния человека можно вывести. Тот, который по роду шизофрения передается, это очень сложно. Разная степень бывает шизофрении. Но то, что приобретенное здесь, в этой жизни, шизофрения, приобретенное – это состояние, может быть, шизофреники могут быть в таком состоянии. Ставят диагноз шизофрения, а у человека может быть совершенно нормальная жизнь. Его просто периодически клинит. Поэтому надо смотреть, конечно, разбираться в этой ситуации. Я сжигаю сейчас проблемы и то, что с вас перетянули, связали какими-то канатами, жгутами, перетянули вашу судьбу, жизнь. Или хотя бы пытались перетянуть ваше, себе. Люди, которые вам вредили. Люди разные, из разных стран вы мне пишете. Истории у всех повторяются. Потому что магия существовала всегда. Есть разные направления в магии. И вам вредят разными методами. Поэтому смотрите разные мои ритуалы другие. Вы найдете то, что вам нужно. Даже если вы не знаете, что у вас, на вас было такое воздействие. Иногда после моих ритуалов вы что-то узнаете. Потому что тайны становятся ясным, явным, известным. Приходит информация после моих чисток. Чиститься можно всегда. Я работаю с Верхним миром. Мне помогает Верхний мир. Я подключаю вас к другим энергиям. Спасибо. У меня подключается. Энергия уже поменялась. Уже проработала. Голова болела, ныла, лоб, затылок тяжелый. Были сейчас легче. Дышать стало легче. Да, даже свечи, видите, начали по-другому работать. Жужжат, как я говорю, разговаривают свечи. Кошка пришла, да, в ритуале смотри. Кошки нет здесь у меня в комнате. Сидит фантом, кошка. Кошка наблюдает. Сейчас кто видит. Царица, какая-то царица, кошка пришла к нам. У меня здесь нет египетской атрибутики, но она говорит, что она царица, кошка. Бастет, наверное, да, я египетским как бы не очень, я не привлекаю египетских богов и силы, не работаю этим. Но сейчас вот пришла кошка, мне кажется, она говорит, бастет, она говорит. Это кошка, да? Кто понимает египетских магий? Ну, магия вообще едина, просто разное направление вы изучаете в разное время своей жизни, даже практикуете, что-то пробуете. Мастера, мастера меня многие смотрят. Или кто-то смотрит из мастеров, да, которые занимаются, поэтому она и пришла, эта кошка. Кто-то занимается магией, и меня сейчас смотрит, поэтому пришла эта кошка. Это от вас, это не моя, я ее не привлекала. Вот так. Бастет, говорят, бастет. Кто-то говорит, мне хорошо помогает, я слышу фразу. Вы же советуетесь, конечно, обсуждаете мои ритуалы, меня, естественно, да? Смотрите, пожалуйста, я вам даю бесплатные ритуалы, пожалуйста. Я выполняю свою миссию, пожалуйста, смотрите. Помогайте друг друга, любите друг друга, животных любите, кормите. Берите к себе котов, собак, очень много бездомных там. Ухаживайте, к ветеринарам поведите, повезите. Вам это воздастся, вам это поможет всегда. За животными нужно ухаживать, нужно им помогать. Потому что кто-то в старости поможет вам, понимаете? Поэтому, ну, высшие силы за нами наблюдают, вас привели ко мне. Тут целая толпа мастеров, кто меня смотрит. Толпа пришла с ними. Силы, которые они привели с собой. Это сейчас идет такая информация. Видите, как сегодня проходит ритуал? Толпа каких-то богов у меня, которые силы, я не привлекаю. Я работаю с верхним миром. Но сейчас очень многие пришли в этот ритуал. Нет проблем, пожалуйста, ну, пришли и пришли на огонек к нам, чистимся. Значит, им нужна тоже какая-то помощь. Они хотят, чтобы о них вспомнили. Потому что очень многие мастера, я смотрю, используют эти силы, как-то используют. Но есть какой-то конфликт, что-то, что-то не так. Что-то не так. Мы просто сейчас, я просто помогаю всем. Смотрите. Получайте озарение, исцеление, очищение вашей судьбы, вашей головы. Пусть у вас будет светлая голова, и пусть вы понимаете всегда, куда вам идти, что вам делать. Ясности. Я хочу, чтобы вы понимали после моего сегодняшнего ритуала или после других моих ритуалов. Чтобы у вас наступила ясность и понимание вашей жизни, смысла вашей жизни. Да, видите, какие тексты пошли. Озарение, переосмысление у кого-то, исцеление у кого-то. А кого-то нужно отпустить в мир, в другой. Куда уже направились эти люди, которые меня смотрят, есть такие. Или родственники. Вы смотрите, у вас родственник скоро уйдет в мир иной. Говорю, предупреждаю. Через вас просто приходит ему информация, приходит очищение через вас. Потому что родственные связи по крови, вы можете передавать информацию. Энергоинформационный поток идет вашим родственникам через вас. Не через всех, конечно, но через многих. Вы чиститесь у меня, а кому-то у вас в роду станет лучше. Или наоборот, кто-то уйдет в мир иной. Ему станет легче. И быстрее это произойдет, потому что очень многие болеют много лет. Я очищаю вашу судьбу. Конечно. Вы привязаны, связаны, потому что вы должны ухаживать за больными людьми. Очень большая ответственность и очень тяжело, конечно. Когда человек находится уже между мирами. И здесь он уже в плохом состоянии, а туда он еще не ушел. Отпускаем таких людей, чтобы они здесь выполнили свою миссию и ушли в мир иной. Кому нужно, тот уйдет. Мы никого не держим. Очищаю судьбу вашу. Так, энергетика поменялась. Я сегодня по-быстрому делаю такой ритуал, чтобы поменьше разговаривать. Я просто объясняла. В начале ритуала вам меньше. Не так долго, как обычно. Так, сейчас еще немножко. И я буду заканчивать ритуал. Так, этот ритуал можете смотреть много раз. Но с сегодняшнего дня, с сегодняшнего просмотра в вашей судьбе, в вашей жизни начнет меняться. Поменяться что-то или все в лучшую сторону. Истории у вас у всех разные. Поэтому время изменения вашей судьбы в лучшую сторону будет разное. Люблю 25 число. Сегодня 25-е. Вот, люблю его. У кого так меняется кардинально судьба? Совершенно неожиданно поменяется история вашей жизни. Совершенно неожиданно. Вы даже не представляли и не мечтали. Изменения будут очень серьезные. Кто-то приобретет, а кто-то потеряет. Кто-то потеряет, но придет потом лучший сценарий будет у вас. Лучший. Не могу остановиться. Работаю дальше. Хотела уже закругляться, но не могу. Видите, надо еще протянуть немножко. Я могу разговаривать в своих ритуалах. Я не читаю заговоры. Не читаю. Кто-то может, вы можете чувствовать, как по спирали, да, вот как спираль. Вот по спирали идет энергия или вот как-то меняется у вас состояние внутри. И как-то меняется. Мне уже звонят. Я уже сейчас немножко доработаю, потому что мне уже звонят. И как-то меняется. И как-то меняется. Так, ну нормально. Сейчас вот я уже еще немножко добавила вам. Как бы нормально. Я чувствую по энергетике все хорошо. Вы меня услышали. Пересматривайте много раз. Просматривайте каждый раз. Кстати, можно за один раз, два раза. Кто-то мне вчера писал, что со второго раза лучше работает, потому что вы очень часто, вам недостаточно одного просмотра, потому что вы чувствительно снижены, вы заблокированы. Поэтому можете сразу один ритуал смотреть сразу же. Прокрутили один раз, посмотрели, тот же смотрите этот же ритуал второй раз. Будет лучше. Каждый раз будет новое состояние, новые ощущения. Конечно, мы живем в мире энергии. В моих ритуалах работает энергия. Благодарю вас всех за все. Жду вас на моем канале. Откупы, пожалуйста. Серьезный ритуал. Откупы в пространство делайте. Рассказываю, как делать откупы. Можете не бежать на перекресток, не идти. Перекрестка кто-то боится. Кто-то, кто не боится. Пару монет в правую руку взяли. В сторону перекрестка пошли, швырнули, ушли вперед. Не останавливаясь, не оборачиваясь. В этот день по этому месту вы уже обратно не возвращаетесь. Обойдите другой дорогой домой. Значит, в один день можете сделать на двух-трех перекрестках. Или, кто боится перекрестков, откуп. Ничего можете не говорить. Можете говорить, откупаюсь. И бросили монеты. Все, и ушли. Можете в двух-трех местах в один день сделать. Будет лучше. Можете не идти на перекресток. Можете бросать на тропинку, на тротуар, в сад, в огород, в поле, в море, в речку, в горы, в лесу, в парке, где хотите. Просто бросили. Можете сказать, откупаюсь. Пространство знает, от чего вы откупаетесь. Можете ничего не говорить. Эти монеты работают. Вы должны от себя оторвать негатив, который чистите у меня, и ничего не даете. Ритуал бесплатный. Но вы должны от себя оторвать что-то. Вот это несколько монет, которые вы отдаёте в пространство, что вы согласны от себя оторвать тот негатив, который сидел на вас много лет. Вы отрываете от себя. Это не плата за мою работу. Нет. Это откуп ваш. Вы платите, откупаетесь от своих проблем. Бросаете несколько монет под ноги на тротуар или куда-нибудь. Но не себе, конечно, в огород и возле подъезда или возле парадной, что вы потом ходили по этим монетам. Не бросайте, чтобы люди смотрели тот же звон монет, видели. Тихонько где-то в сумерках или утром, или где-то в безлюдном месте бросили, или так бросили. А бронили, толпа идёт, и никто не увидит, что вы бросили легонечко эти монеты, прошли вперёд. Значит, если бомжи поднимут или дворники, им ничего не будет. Это вы откупаетесь от своих проблем. Отрываете это ваше согласие, что вы согласны избавиться от своих проблем. Поняли, да? Потому что постоянно кто-то задаёт вопрос по поводу откупа. Это вы сделаете. Значит, откупы делайте периодически. Раз в неделю, раз в две недели, раз в десять дней. Если у вас что-то срочно произошло плохое, вам нужно в этот же день быстро сделать откуп. Проверено. Срабатывает лучшую сторону, решается ваша ситуация. Начинает. Или там какие-то срочные плохие события произошли, быстро сделали откуп. Регулируйте, сами контролируйте этот процесс, проверяйте. Потому что я не могу вас всего научить. Методик в магии очень много. В эзотерике и в магии. Но магия во всём мире сейчас живёт, рулит нами, управляет, переводит нас на другие жизненные направления и так далее. Забирают, воруют при помощи магии, разных техник, технологий разных, психических и так далее. Разных методик очень много. Если вам нужна моя помощь, пишите смс на мой ватсап, вайбер, телеграм, одинаково, единый тот же номер, который вы найдёте. Мой номер вы найдёте. В рубрике «О канале» вверху, когда заходите на мой канал, вверху написано «О канале» или написано «Друзья». Вот нажимаете на «Друзья» и у вас высвечатся все мои номера банковских карт, куда вы можете мне выслать донаты или благодарности за мою работу. Высшие силы всегда видят и всегда оценивают то, что вы мне высылаете, потому что я мастер. Меня готовили высшие силы много лет. Я вам помогаю здесь бесплатно, благодарности принимаю, смски пишите мне, только смс, потому что я могу снимать ритуал. Вот мне кто-то уже два раза звонил уже, и поэтому я уже спешу. Я сегодня уже всё сделала как надо. Хороший ритуал получился. Жду вас на моём канале. Благодарю вас всех за всё. До встречи, друзья!